Табачное законодательство 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 европейских директив. Пачки должны быть выполнены из простейших сортов картона, дабы не выглядеть роскошно и привлекательно, особенно для молодежи. Член парламента от партии реформ Игорь Грязин отмечает, что это общий европейский тренд и не в последнюю очередь благодаря борьбе с распространением табака и у нас в стране растет средняя продолжительность жизни. Здесь и спорить-то не о чем. Пожалуй, тут, конечно, табак при этом фактор, но не только, я сказал бы, комплимент целому нашему государству, в конце концов, меньше чем за 20 лет нам удалось продлить жизненный уровень или продолжительность жизни где-то, считай, до 15%. В так называемые светлые советские годы люди умирали в 57-58 лет. Сейчас у нас средний возраст жизни у женщин уже переваливает где-то за 80. Стоит отметить, что кроме ограничения рекламы сигарет, наше государство также и бьет курильщика, что называется, рублем, вернее, евро. Акцизы постоянно растут. Это делает курение все более дорогим удовольствием, хотя элитная курева, сигары под большинство новых распоряжений не попадут. Объем их потребления в Эстонии настолько невелик, что серьезного влияния на здоровье нации они оказывать не могут, а акцизы в казну приносят. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.